Добрый вечер! Уступление по телевидению – это хорошо, потому что это позволяет как-то воздействовать на достаточно широкую аудиторию. Такие беседы, как та, которую я собираюсь проводить сейчас, это намного еще лучше, потому что, конечно, это позволяет воздействовать на несравненно более узкую, хотя довольно широкую аудиторию, но зато это позволяет больше сказать в другом режиме, спокойнее и последовательнее. Но ни телевизионные ресталища, рассчитанные на очень широкую аудиторию не более узкие, но все равно достаточно широкие вот такие беседы, как та, которая началась сейчас, не могут исчерпать деятельность человека, который взялся оказывать помощь очень серьезным и, с моей точки зрения, глубоко перспективным группам молодых людей, сформировавших движение «Называемую суть времени» и стремящихся с помощью этого движения воздействовать на ситуацию и, в частности, превратить советское наследие, которое они глубоко почитают и одновременно способны критически анализировать, в фактор будущего. Поскольку я считаю, что более важной благородной цели нет и что без такого превращения советского наследия, переосмысленного достаточно глубоко и переоцененного его слагаемых и все равно вызывающего только восхищение, по большому счету, вот вне вот такого задействования советского наследия нет будущего ни у России, ни в человечество, то я считаю, конечно, самым главным – это вот эта работа с достаточно узкими, совсем узкими группами людей. Эта работа осуществляется и на школах, куда приезжают сотни, многие сотни людей. И вот на поселении, где всего-то собралось не много сотен, на много десятков людей, но где еще важнее осуществлять достаточно глубокую работу с этими узкими активами, с тем, чтобы потом эти активы воздействовали на более широкие и так далее. Принцип распространения волны. Я говорил об этом на предотпускном, последнем предотпускном заседании клуба «Совершательное единство» и предупреждал, в принципе, что начиная с июня месяца я на июнь-июль-август, если не случится каких-нибудь особых ситуаций, а у нас в августе иногда происходят всякого рода особые ситуации, ничто нельзя собственно заранее математически рассчитать до конца. Вот если не будет каких-то таких ситуаций, достаточно острых, по-настоящему острых, то я на эти три месяца буду загружен вот этой работой с многими сотнями и многими десятками людей, то есть с узкими активами. И это потребует от меня шестнадцати, а может быть, и более часов времени в день, специальной подготовки, заранее подготовки и интеллектуальной, и другой, и что на это время я как бы резко сокращу свое присутствие и на телевидении, и в таких передачах, потому что иначе я не выполню свои обязательства перед теми узкими активами, которые, я считаю, не более важными для будущего. Такова моя оценка. Сейчас важнее для работы на будущее сосредоточиться на этих живых человеческих активах, делать все остальное, хотя все остальное тоже надо делать. Я говорю о приоритетах. В силу этого вот я сейчас обсужу определенный круг проблем, а после того, как я это сделаю, я опять, принося извинения собравшимся, на какое-то время замолчу с тем, чтобы готовить достаточно яростно, а потом и осуществлять вот эту деятельность, эту работу с сотнями, а также и даже с десятками людей, которые, я считаю, очень и очень важны. Это не значит, что я вообще уйду на дно. Когда события будут очень значимыми, буду всплывать с этого дна в течение летнего периода и как бы осуществлять и такие беседы, и, если надо, некоторые сражения по телевидению, но я буду резко дозировать все это, потому что на это время очень важно глубоко проработать нечто с конкретными живыми людьми, которые этой работы ждут, для которых эта работа важна, которые, сильно развиваясь в последние годы, все равно требуют еще вот такой работы для того, чтобы это развитие стало окончательным, бесповоротным и правильным. Итак, я оговорю, почему мои беседы будут более редкими в этот период, который скоро кончится, все проходит. Вот уже 22 июня прошло, значит, самый длинный день уже был. На севере он совсем длинный. Ну и потом все быстро придет. Золотую осень со всеми ее прелестями. И как бы я потеряю способность так интенсивно работать в живом режиме, с ограниченным числом людей, при том, что я такую живую работу и ценю, и считаю супер нужной, как уже сказал только что, и придаю особое значение сейчас. И начнется выравнивание этого крена в сторону такой деятельности, связанной с трансляцией неких своих соображений в достаточно широкий аудиторий. Я не знаю, что произойдет в августе, потому что никто не знает. В принципе, с моей точки зрения, ни в августе, ни в сентябре ничего особенного произойти не должно. Но это не значит, что не произойдет. Каждый, кто как Аракул вещает по поводу того, что ему известны все события наперед, просто мистифицирует публику. С какими это целями? Поскольку у меня тут целей никаких нет, я не буду как бы надувать щеки, говорить, что все заранее известно, а ничего не известно. Но что-то, в принципе, здравомышлящий человек, который вдобавок еще как-то в этой политике варится, может и предположить, и просчитать. И вот я этими предположениями и просчетами совершенно необязательными хочу поделиться с теми, кто меня сейчас смотрит и слушает. Мне кажется, подчеркиваю, кажется, что вся основная жизнь политическая все равно запускается некой машиной под названием Соединенные Штаты Америки. Это не значит, что есть теория американского заговора, или что американцы, так сказать, тотально правят миром и все держат под контролем. Это просто значит, что американцы очень часто оказываются вот такой толкающей силой, силой, которая осуществляет кем-то более или менее идиотские, гадкие и провокационные импульсы, после чего там процессы закипают, например, с тем, чтобы потом приобрести более спокойный характер. Они дергаются, и все дергают. Но они дергаются в определенных ситуациях, я имею в виду во внешней политике, а в определенной ситуации нет. Ситуация, в которой они не дергаются, связана с явлением под названием «американские выборы». Это явление невероятной важности в жизни Соединенных Штатов Америки. Оно носит достаточно краткосрочный характер, к нему готовятся долго, но потом оно в интенсивном режиме осуществляется достаточно, так сказать, коротко в течение нескольких месяцев. Потом оно еще приводит к тому, что некие другие процессы занимают умы победителей в этом, так сказать, беге на средней дистанции. А потом начинается опять политика воздействия на весь мир и тому подобное. Сейчас начался вот этот забег огромной важности во внутренней политике Соединенных Штатов. Он отвлекает все силы американской элиты, а значит, американского общества, потому что американская элита, общество это держит под полным контролем, и власть едва, и с него не слезет никогда, может быть, общество, так сказать, будет все более и более вялым, и в итоге не скоро сойдет на нет, но элита будет сидеть на нем до последнего. Так вот эта элита занята выборами, понимаете? Она занята выборами в июле, августе, сентябре и октябре по нарастающей. А в ноябре решается, кто он является победителем в этой яростной схватке. Ничто там заранее не предупределено. Нет тут никаких вот этих того, что весь правящий класс сговаривается и вот так вот перекладывает рулик. Конечно, есть и сговоры, а есть и конфликты, и все что угодно. Вот это время, когда вся политика американская уходит вовнутрь, в эту выборную кашу. Это не значит, что, в принципе, вся американская внешнеполитическая машина и военная машина, и машина ЦРУ перестают работать. Она просто иначе работает. Никто не рискует сделать какие-нибудь слишком решительные шаги, потому что все хотят сначала, чтобы кто-то пришел там к власти, а потом это кто-то и делал определенные шаги, естественно, консультируясь со всеми сильными мира сего. Но президент в Соединенных Штатах очень мощная должность, от него многое зависит. Значит, они будут мылиться на этом своем внутриамериканском поприще в протяжении, повторяю, июля, августа, сентября и октября. А в начале ноября, первое воскресенье, если мне не изменяет память, они там кого-то изберут. Когда они кого-то изберут, они живые люди, то те, кого не изберут, может, там есть и трезвенники, но в среднем, напьются с горя, а те, кого изберут, напьются с радостью. Проспятся к середине ноября, нагуляются и начнут заниматься безумно важным делом, которое называется дележка по стопу. или формирование кабинета, команда. Есть спонсоры открытые, закрытые, такие-сякие, есть реальные, так сказать, суперелитные группы, которые приводят все это в действие, которые хотят, чтобы с ними в соответствующем способе рассчитались. Это же все сложно сделать, потому что все хотят, так сказать, чтобы с ними рассчитались по счетам, а пряников сладких никак не хватает на всех. Что-то мучительно и, так сказать, расплачиваясь по каким-то счетам, а также что-то прихватывая себе. Слаб человек, американский президент тоже, значит, будут заниматься колоссальной энергией и вот этим самым формированием кабинетов, групп и всего остального, от чего будет зависеть будущая американская политика. На это уйдут ноябрь и декабрь. Вдобавок ко всему там будет еще такая торжественная процедура, там, инаугурация и так далее, и они опять же с радостью потребят алкоголь, потом отдохнут, чуть-чуть расслабятся. Короче говоря, где-нибудь к 1 февраля 2017 года вся эта колготня остановится, они соберутся в своей стратегической комнате, поглядят друг на друга и скажут, ну и что делаем? Россия не будет проблемой номер один, но она будет очень близко к номеру один, и будет сказано, что мы там делаем с русскими. Начиная с этого момента, как бы, будет поручено что-нибудь проработать с русскими, заново проконсультироваться, посчитать, пятое-десятое, запросить в ведомство, ну и где-нибудь к апрелю они получат первые результаты, надо будет что-то решать, так, так или так. В зависимости от того, кто там восядет на этот трон, императора супердержавы, это, значит, соответственно, и будет происходить по-разному. В любом случае, я считаю, что никаких, так сказать, обнадеживающих вариантов тут нет. Все это будет происходить исходя из объективных интересов Соединенных Штатов и правящего класса Соединенных Штатов, элиты, существенно контролирующие многое в мире и очень стремящиеся стать глобальной, но все равно ориентирующиеся на Соединенные Штаты, значит, где-нибудь там в апреле-майе 2017 года уже будет какая-нибудь более или менее идиотская такая выработанная линия, машина, ресурсы, активность. Надо будет это все запускать. Останется, типа, года до плюс-минус, немножко, до президентских выборов. Потому что решать они могут чуть-чуть раньше или чуть-чуть позже. Так что я говорю, типа года. В 2018 году выбирается президент. Оставить это событие без внимания они не могут. Даже если им не очень хочется ссориться с Россией почему-либо, а не очень понятно почему, все равно им там, типа, надо наказывать Путина, показать зубы, иначе вообще теряется капитализация на глобальном рынке. Что это за держава, которая позволяет делать то, что происходит? Супердержава не должна это позволять. Значит, они что-нибудь сделают. Как только они вкачают в это достаточно много, так сказать, всяких волеизъявлений своих обнадеживающих, давай, давай, там, неважно кто-то. Ходорковский, там, Каспаров, Навальный или кто-нибудь еще. Вперед, вперед, мы за тобой. Или там просто наличности, а также, так сказать, денег, доставляемых другими путями. Как только они это все вкачают, значит, и дадут соответствующие жесткие директивы своей агентуре, процесс оживет. Он начнет бурлить более-менее сильно. Это вопрос от того, как будет принята стратегия. Значит ли это, что процесс, в принципе, должен быть нулевым на то время, пока это все происходит? Не знаю. Нет. Американская машина внешнеполитическая работает на меньших оборотах в эти периоды, чем когда бы то ни было. Но это значит, что эти обороты равны нулю. Они могут захотеть играть во что-нибудь на парламентских выборах в России. А могут не захотеть. А могут захотеть так дернуться, чтобы потом заложить мину на будущее. Неизвестно. Мне лично кажется, что не имея четкости в вопросе о том, кто там хозяин этой поляне и что это хозяин тебе говорит, они дергаться ненормативно в пространстве, где созреточено столько ядерного оружия, не должны. Ну, может быть, они уже сошли с ума. И дернуться так. По закону не должны. А они могут против закона сыграть. Поэтому и нельзя что-нибудь точно предсказать, потому что уже никто не действует только по закону, логике вычислений. Действуют какие-то амбиции, коррупция, дурь какая-нибудь. Все что угодно. Поэтому вполне возможно, что они дернутся и в 16-м. Потому что тоже повод есть, как-никак. Парламентские выборы надо пошуметь. Но мне кажется, что тут они дернутся не очень сильно. Хотя, 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 смотри выше. Они по закону должны дернуться не сильно. А могут сделать это и против всех законов. Но в 18-м году они не могут этого не сделать. Даже если будет принята стратегия, что, ну, если Россия там, пусть она сама там доживает. А я не пойму, с какой стати они примут такую стратегию. Все равно они будут наказывать Путина. Это у них так называется. А если они примут решение, что все-таки Россия – это угроза номер один, прямая явная угроза, то они будут сильно туда вкачивать. И какой-то результат будет, когда они начнут сильно все это закачивать. Вот своего психоза такого одобряющего денег и всего остального, что находится в промежутке. Спецоперации, подкопа сопредельных государств. Ну, неважно. Вот когда они все это закачают, может возникнуть довольно большой пожар и совершенно неясно, как, собственно, существующая система на него отреагирует. Потому что она идеально работает без таких толчков. Ситуация относительного штиля. Что именно выдержат деревянные конструкции корабля, этого парусника, оказавшегося в шторме. Какой будет шторм и какая из этих конструкций подгнила чуть-чуть и какая чуть-чуть серьезнее – это все узнается по факту. Сами конструкции не знают, что с ними будет сейчас. Поэтому, с моей точки зрения, все события сейчас разворачиваются вяло. Они могут вдруг разрядиться какой-нибудь странной молнией. А молния может зажечь какого-нибудь сена. Сена случайно в своем пожаре, так сказать, за день пороховой склад, и что-нибудь там бабахнет. Все это может быть. Но это так называемые флюктуации, это слабые с точки зрения степени их вероятности возможности, существующие в процессе. Сильные вероятные изменения и импульсы, скорее всего, последуют в середине 2017 года, что тоже не за горами мы ляжем, проснемся и уже, глядишь, это и будет. Да? А это значит, к этому надо готовиться. Кстати, если кто помнит мои первые выступления с вот этими передачами «Суть времени», то я примерно на эти сроки называл. Это такая практическая зарисовка, касающаяся внешней политики. Теперь несколько слов о внутренней структуре, потому что, как мне кажется, все время недоучитывается, в какой мере важно правильно определить внутреннюю структуру неких процессов, касающихся нашего Отечества, и уже внутри определения этой структуры дальше осуществлять практические выкладки этими глазами с точки зрения вот этого структурного контекста, читать определенные материалы, так сказать, соотносить одно с другим и так далее. Что-то, наверное, я буду повторять, но одновременно с этим, так сказать, и разовью тему, а главное свяжу ее с нашей злого дня. Коммунизм в его советском варианте, то есть в варианте осуществленности, пусть и несовершенной, какой-то идеи, ну, такой осуществленности, которая порождает мощный образ жизни, так сказать, альтернативный, другой, чем тот, который существует в окружающем мире, какие-то другие принципы построения всего на свете, система образования и социальной мобильности, да, там, не знаю, культуры и облика улиц, одежды граждан и так далее, это была великая и, в сущности, последняя надежда человечества в 20 веке. Человечество предчувствовало, что 21 век – это будет век, когда с ним, человечеством, кто-то будет разбираться как повар с картошкой, и так и будет, это уже видно, вот, и оно возлагало все надежды на этот конкретный советский коммунизм. Я по фактам неких контактов в разных странах мира могу замерить, каковы были надежды тогда, когда советский коммунизм, в общем-то, еще, если не плывал, то хотя бы горел ровным огнем, так сказать, такого величия советской сверхдержавы и ее союзников. Могу вот замерить все это уже по советским разговорам в Индии, в Китае, во Вьетнаме, в других точках земного шара, где боль по поводу утраты вот этого советского коммунистического реального, воплощенного в жизни величия не утихает, придется из поколения в поколение. как бы отнюдь необязательно как бы эта боль наличествует в каких-нибудь группах обездоленных. Это иногда и вполне себе преуспевающая молодежь из стран таких, как я говорю, Индия, Китай или Вьетнам, или из европейских стран просто этой молодежи, гораздо меньше западных стран. Латинскую Америку знаю хуже. Что-то в себе представляю, но не в той степени. Азию знаю хорошо, Европа приличная, Латинскую Америку хуже. Там кипят какие-то процессы, с которыми могут быть связаны какие-то надежды о человечестве, но это слабые все-таки периферийные процессы по отношению к тому, что происходило в рамках советского реального коммунизма. Этот советский реальный коммунизм был демонтирован изнутри. К спору нет. Весь западный мир или весь империалистический лагерь и его сателлиты стремились к тому, чтобы это происходило, вкладывали в это огромные деньги, так сказать, предпринимали невероятно изощренные усилия, но все это было бы ничем, если бы не было некой внутренней, внутренней энергией, которая это все дело подтачивала. Никто никогда не может быть виноват в том, что в стране осуществляется крах, катастрофа, такой коллапс, страна исчезает, кроме той силы, которой в этот момент ошляет власть в этой стране. Если Российская империя рухнула, то отвечает за это император Николай II и его ближайшее окружение. А также все те, кто находился в должностях в этот период, имел возможности. Если Советский Союз рушится, то отвечает за это генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР, Горбачев, все, кто находились рядом с ним, вся правящая партия в целом, потому что она имела возможность, по крайней мере, на 28-м съезде Горбачева от власти отстранить и должна была это сделать, все было уже ясно, а не американский империализм, ЦРУ, зловещие пятой колонны и так далее. Украине есть всегда вопрос не в том, что есть мыши, а в том, что делают коты. ГГБ должно было разрушать Соединенные Штаты, а здесь как бы подавлять разрушителей, ну и прежде всего, конечно, это касается правящей партии, ее номенклатура, которая в принципе сосредоточила в своих руках колоссальную власть. Если это все допустило крах, то оно и отвечает. Про все остальные факторы можем писать книги, анализировать их воздействие, ЦРУ, закрытые параполитические структуры, различные другие мировые центры силы, нацисты, неонацисты. Все это можно много книг написать, важно, потому что это слагаемые в нашем знании. Но стержень всего и решающая сила – это тот, кто находится у власти в данный момент. Все. на нем ответственность, на нем, как говорят в определенных религиях, карма, на нем все. Это существенная часть правды, но это не вся правда. Во-первых, потому что помимо КПСС и коммунистической номенклатуры существовали другие типы элит в Советском Союзе. И эти типы элит уже обеспечивали и некий сговор, и некую логику действий, которая привела к краху Советского Союза. И делали эти типы элит подобного рода манипуляции, приводившие к подобного рода результатам, сознательно. Я имею в виду КГБ, или точнее элиту КГБ, потому что в КГБ огромное количество совершенно честных и старательных, и неглупых, и порой и талантливых, и достаточно смелых людей. Везде ведь много всего понамешано. Есть такие, есть другие. А также, как всегда бывает в таких случаях в любой стране мира, просто серые, но достаточно исполнительные люди, делали свое дело. Какие-то манипуляции с тем, чтобы процесс двинулся в какую-то другую сторону, осуществили очень узкие элиты в пределах КГБ, других наших спецслужб, военных в том числе, самой армии и так далее. Это узкие группы, хозяйственные элиты, уже спаявшиеся в какое-то целое. Эти группы действовали на демонтаж Советского Союза, исходя из некого достаточно амбициозного плана, с которым они связали свое будущее. Ну, во-первых, они, конечно же, считали себя умненькими, умненькими. Я не могу не подчеркнуть еще раз, что в значительной степени это связано и с фигурой Андропова, и с фигурой его учителя Кусенина. Но это все отдельные небольшие пометки, небольшие индексы в гораздо более крупной системе. Они такие умненькие-умненькие, все они знают, что капитализм – это светлое будущее, а все эти коммунизмы – это не то, что надо, и от этого надо избавляться. Но не это главное. Главное, до какой степени они дошли в какую-нибудь вере своей то ли в социал-демократию, то ли что-нибудь соседнее, я даже не берусь сказать. Там богатый наличный спектр различного рода предрассудков, казавшихся супер-пупер. И не надо преувеличивать ни глубину этих элит с точки зрения их понимания происходящего, ни степени их, так сказать, продвинутости. Они были не глупы, но и не более того, цепки, и были наделены огромной властью и очень мощной волей. И уже двигались в определенном направлении. Значит, они хотели не просто там сменить этот коммунизм на что-нибудь такое, типа более прогрессивное. Они хватили, и это главное – захватить Европу. Вот эту самую западную Европу. Построить глубочайший альянс с Францией, Германией, все с европейскими странами. И они видели в этом проект колоссальной силы. Этот проект волновал их нежный ум. Он волновал их сердце. Он сосредотачивал огромную энергию. Они тайно шептались между собой, что вот это-то и есть вообще такая гениальность, такой масштаб дерзости, что дальше некуда, что фактически весь мир захватят и так далее и тому подобное. И вот под эту замануху, она же, как говорил когда-то Эренбург, написавший такой специальный даже роман «Трест де е – даешь Европу». Под это все дело, под эту замануху Советский Союз и грохнули. Люди, повторяю, не глупые, но и не обладающие сверхразумом, люди с огромной силой воли, с огромными возможностями, которые можно сосредоточить только в таких спецсистемах закрытых и при наличии вот такой достаточно централизованной власти, которая была в Советском Союзе. Способные к консолидации, вот к тому, чтобы вот сказавши делать и считающие, что это вообще их такая миссия, их долг перед Россией, перед будущими поколениями, их гениальный мировой замысел и так далее. Они это и делали. И коммунистическая номенклатура виновата в том, что частью она перебежала на их позиции, а частью она была вялой и беспомощной и отдала им слишком много, в том числе контроль над идеологией. А они являлись мотором и локомотивом всего процесса. К ним были подключены кто угодно, от интеллигенции до лавочников и уголовников, все мутные активы страны, которые они тоже имели возможность инвентаризировать, потому что у них для этого было много возможностей. И вот это все вместе вот таким каким-то тараном и долбануло по системе, в которой третьим фактором – первый повторяю номенклатура, второй – вот эта группа спецслужбистская, и третий – вот то, что она вытащила за собой. А вот четвертый фактор – это, конечно, был дефицит идеологического огня, дефицит идеологического наполнения проекта, дефицит той страсти последней и окончательной, без наличия которой в России ничто не защищает по-настоящему до конца. К эпохе Брежнева эта страсть подостыла, ее надо было снова активизировать, разогревать и все прочее, но для этого нужно было включать такие идеологические ресурсы, которые действовавшую номенклатуру не хотела включать. Кроме того, она боялась любого разогрева, потому что она понимала, что она на своих местах не удержится и свой комфорт потерять. Пятым фактором, по-моему, так я их перечисляю, было, конечно, наличие омещанивания существенных слоев населения и такая вот простая тяга к какому-то такому более сытному и благополучному образу жизни, абсолютно замкнутая в тот момент на представление о том, что вот в капитализме это все есть, и сто сортов сыра, и там тыр-пур восемь дыр, и вот дай нам это, а мы этого хотим. Ну, и наконец, когда становится в России чуть-чуть скучно, а застой – это когда становится скучно, все это накладывается еще какое-то такое желание развлекалого, такой движухи, ну, как бы того, что Бахтин коварно назвал карнавалом, ну, и так далее и тому подобное. Вот, пожалуй, все силы, которые я могу описать, которые были задействованы одновременно в этом крахе Советского Союза. Советский Союз рухнул, мировая коммунистическая система рухнула, коммунизм рухнул, а все это были хоть какие-то надежды человечества на то, что с ним в 21 веке не будут разбираться элиты, как повар с картошкой. Началась очень мрачная эпоха. Сетовать на ее мрачность бессмысленно. Как бессмысленно и выводить за скобки при перечислении этих всех факторов, ну, общество. Не хочется употреблять слово народ, потому что народ – это вершитель истории. А вот общество как нечто, может быть, уже существующее не вполне в истории, но представляющее собой массовидную решающую силу. Нельзя сказать, что это общество прямо уж все целиком так кричало по поводу того, что оно хочет этой антикоммунистической затеи, но общество всегда может помешать чему угодно, если оно достаточно активно не хочет чего-то. Советское, а потом российское общество хотело некоего соблазна, которое я уже много раз называл вот этой чечевичной похлебкой, продаваемой, которую нужно купить за проданное первородство. Хотело. Это было видно и в 91 году, хотя в 91 году, конечно, когда распадал Советский Союз, многое было искажено и не до конца правовыми действиями, или действиями, которые можно было легко выдать за не до конца правовыми, я имею в виду и КЧП, и личностью Горбачева, потому что защищать Горбачева уже никто не хотел, потому что все понимали, что это предатель, и многим другим, но в 93 году, в момент, когда расстреляли здание Верховного Совета с теми, кто там его защищал, уже было ясно все. Полная правота была на стороне защитников, верховная законная власть находилась у них, Ельцин допустил абсолютно антиправовые действия, если право имеет какую-то цену. А главное, люди уже к 93 году, существенные свои части, познали, что такое этот реальный капитал-реформизм, что там реально осуществляется, и как именно бандиты расправляются со всем, что должно быть им дорого, и в том числе есть их благополучие, которое казалось им таким скудным, до того, как его начали звать. Они уже в лице своих старших преступно брошенных на растерзание всех этих, так сказать, бандитских процессов поколений, так сказать, покопались в помойках и так далее. У них были все основания яростно спротивиться нарушению права, наступлению этого дикого капитализма и так далее, но у них был соблазн. Они еще хотели и надеялись на то, что они вкусят это чечевичные похлебки, и они, не скажу, поддержали Ельцина, достаточно вяло себя повели, так себя не ведут в подобного рода ситуациях, имея уже за плечами опыт 91, 92, 93 годов. Так себя не ведут, ведут себя уже по-другому. Было ясно, что за эти годы и в ходе этой перестройки и так далее сломали идентичность, сломали какие-то механизмы внутренние и оценки, и волевого сопротивления, и многого другого, и образовали некоторую достаточно пластичную массу, которая подчинилась вот этому, так сказать, дикому гайдаровскому капитализму, не захотела ему по-настоящему сопротивляться, приняла его как некий соблазн и вкусила от этого соблазна все, что было можно, то есть построение криминального капитализма, потому что когда в стране, я много раз говорил об этом, пытаются построить капитализм за пять лет, а как бы первоначальных законных накоплений нет, его можно построить только криминально, это не высочайшая математика, так сказать, понять, что если даже академик не может накопить миллион рублей, а основные активы стоят триллионы, то их возьмут либо задарма какие-то странные люди, либо иностранцы, либо бандиты, либо какие-то спецэлиты, которые будут действовать за спиной бандитов, иностранцев, кого-то ищут. Это и произошло. Соответственно, ни о каком благом развитии событий после произошедшего, и речи уже быть не могло. Нужно было либо спасать государство, оказавшееся в соответствующем потоке, и что-то делать в мире, в котором как реальность коммунизм, то есть советская общественная система и все прочее, был уничтожен, либо сказать «чума на оба вашего дома, на все оставшееся, и пусть оно все гибнет, если утрачена некая звезда пленительного счастья». Поскольку проорать «чума на оба вашего дома» большого ума не надо, да и морального чувства тоже, то надо было сжать зубы с горечью, и глядя прямо в лицо всем этим процессам, отвратительным, тем не менее делать так, чтобы самое отвратительное не случилось. Самым отвратительным, естественно, был окончательный распад Российской Федерации. Это и делалось в условиях вот такого вот какого-то странного хода вещей, изумленного человечества, которое говорит «ну что, что вы сделали, что это все случилось». Для того, чтобы начать что-то там сохранять вот в условиях этого ужаса, нужно было как-то определиться по отношению к тому, а что здесь меньше ужаса, а что больше. Наибольшим ужасом в условиях краха коммунизма было стремительное наступление глобального государства, на котором, конечно, были в первом приближении Соединенные Штаты, хотя вот сейчас идет такая концентрация всех ресурсов, что уже непонятно, когда мы говорим Соединенные Штаты, что мы имеем в виду. Может быть, глобальное государство уже почти оформилось в каком-то ином виде, но ничто оно, ничто все равно, ничего оно не может без американской военной техники, без американской огромной армии, без американской государственной машины. Потом, может быть, оно что-то еще использует для достижения своих целей, пройдет еще пара десятилетий. Но сейчас совершенно ясно, что это решающий инструмент. Вот эта глобальная экспансия и тот мировой порядок, который хотели построить, так сказать, Соединенные Штаты, окончательно ошалев от своего все власти и от того, что главный противник приказал долго жить. Вот это было главное зло для мира, потому что это вообще не содержит в себе ни идеи прогресса, пусть как угодно старомодной, ни какой-нибудь остаточной хотя бы идеи гуманизма, ни какого-то представления о международной конкуренции, равновесии сил, ни какой-то заинтересовании в народах, историях, традициях, а в чем-то еще. Соответственно, на историческую арену вышли две силы. Вот эта глобальная, которая еще и начала транслировать миру далеко не случайно все эти антисемейные, антикультурные и прочие ценности, так сказать, расправляясь не только с чужими культурами и ценностями, но и со своими классическими американскими, да, тоже. Было достаточно прочное протестантское общество и была какая-то великая культура, были традиции, все это тоже надо было растоптать и вот создать вот этот глобальный фарш. Вот. Значит, противодействие этой силе в реальности могли оказать только национальные государства. Вот те самые старомодные, как бы вроде как уже и подозносившиеся классическо-буржуазные консервативные конструкции, так сказать, оформленные висфальской системы, там, суверенитетами, нациями и всем остальным. Они не могли ответить на самые главные вызовы, ну, скажем так, середины 21 века, которые вот уже сейчас просто маячат над нами, как, я не знаю, огненные письмена или как занесенный карающий меч. Не могли. Но они могли что-то сдержать. Эти национальные, буржуазные и прочие системы. Самым главным таким национально-суверенным и прочим государством мира после краха СССР стал, конечно, Китай, но он и вел себя наиболее сдержанно и как бы скромно и деликатно, говоря о том, что если американцы куда-то хотят залезать, то пусть залезают. Американцы начали демонтировать национальные государства, ссылаясь на то, что они диктаторские, нехорошие, недостаточно демократичные и прочее, только этим и занимаются на протяжении всех постсоветских лет. Пытаясь на их месте создать вот этот хаос или заполнить этот хаос чем-нибудь совсем таким беспомощным и одновременно мраковестно разрушительным, чем потом можно воевать по принципу «система-антисистема» для некого случая. И первый конкурент, конечно, такой псевдо-исламский халифат, псевдо-халифат а-ля ИГИЛ в духе того, что сейчас происходит. Это и раньше было неким сценарием, на который американцы облизывались, потому что они понимали, что это такая мировая деревня исламистская, она будет все время атаковать мировой город, они удержат мировой город, а мировые деревни как-нибудь разберутся с помощью бомбардировок или чего-нибудь еще. Только бы вот такой мир сложился, только бы не стало этих национальных государств. Национальные государства сопротивлялись. Каждая крупица этого сопротивления сдерживала американский Блицкрик. Мы могли только сдержать его с помощью любых сил. Он должен был потерять скорость так же, как фашистская военная машина, напавшая на СССР, должна была терять скорость, так сказать, вот там, не знаю, от Киева и Львова до Смоленска и Ельни и всего чего угодно еще. Московская область. Разъезда дубосеков. Задерживать, еще и еще задерживать, задерживать и задерживать мог только мир вот таких вот национально-буржуазных государств. Страшное разочарование человечества, имевшего коммунизм как последнюю надежду, обнаружившего, как это все рухнуло, не позволяло уже коммунизму выходить ни на какой передний план. Да он и не имел на это права после того, что совершила руководящая и направляющая сила, коммунистическая номенклатура и все прочее. Возможностей у коммунизма для этого было очень много, и позор Компартии Российской Федерации как раз состоит в том, что она не только не пыталась эти возможности использовать, она делала все возможное для того, чтобы их не использовать. И построена была сущность и под это не использовать. Но по большому счету, даже если бы эти возможности тогда кто-то захотел активизировать, слишком велик был шок от краха, слишком велик было какое-то разочарование, и слишком долго умирали некие ожидания, связанные с этими капиталистическими потребительскими приобретениями. Мы не должны забывать ни того, что наиболее уродливый капиталистический класс возник на руинах Советского Союза, на постсоветском пространстве и в России просто в силу отсутствия легитимного, легального, первоначального накопления капитала, скорости процессов и всего остального. Но мы не должны забывать также и того, что настоящая элита, элита с волей, силой и всем прочим хотела не дикого или не дикого капитализма и ничего-то, она хотела Европой. Она хотела слиться с Европой. Это колоссальная мощная историасовская заявка. Вот это единство Европы, включающая в себя Россию и все прочее, это нечто, категорически не отвечающее интересам ни Соединенных Штатов Америки, ни перед этим Великобритании. Это правда. Это не англичанка гадит и не американка, так сказать, является самой главной разрушительницей в мире. Это нормальный, здоровый интерес определенных сил, которые не могут позволить ни Наполеону, ни Гитлеру, ни Сталину, ни кому бы то ни было еще, ни Деголю, никому объединить ту самую Европу, потому что с момента, когда она объединена по-настоящему, включая ресурсы России, Соединенные Штаты Америки и англо-саксонский мир в целом теряют некое господство. А англо-саксонский мир господство не отдает. Там нет готовности к капитуляции. Скорее мир будет уничтожен, чем отдадут господство над миром. Поэтому все должно быть разделено. С невероятной внятностью, это вот сказал глава этого Стратфора Фридман, ну просто черным по белому, прописал все это крупными буквами. Не такая маленькая фигура, но обычно с огромной ясностью это говорят всегда о периферийной все-таки фигуре. Мне это, я говорил много раз, это говорили все люди с гораздо большим весом и влиянием. Значит, не только капиталистический класс, который, как целое, долго оформляясь, в основном в силу своей криминальной природы хотел сжирать все, что ему попадается. мотивированным был аппетитом, алчностью, ничем больше, воровскими какими-то своим мотивами. Но и гораздо более чистая и продвинутая элита хотели определенного развития событий. И в рамках этого развития событий нужно было только одно. Как говорилось когда-то, пустите Дуньку в Европу. Вот эту Дуньку надо было пустить в Европу. Она тогда и залезла со всеми вилами, подачами, блатными гуляниями, так сказать, безстыдным и вызывавшим ужас, так сказать, разбрасыванием денег и всем остальным. Но это класс. Класс просто лез туда, гулять. А элита гораздо более холодно и спокойно пыталась доиграть эту шахматную партию. Понимаю, что положение слабое, но зато гораздо более выгодное. Разделительная черта двух идеологий, двух миросистем оказалась сломана, и тогда слабая миросистема могла бы как бы просочиться в более сильное. Напоминаю, Российская Федерация унаследовала все ядерное оружие СССР. Это второе ядерное оружие в мире по потенциалу. Если это оружие существует, и Российская Федерация входит, ну скажем, в НАТО, или в Евросоюз, и во все остальное, при чем тут вообще Америка? Почему она должна держать свои базы в Европе и так далее? Значит, надо слиться в объятиях европейскому капиталу, преимущественно немецкому, и русскому сырью. Европейским технологиям и русскому сырью. Значит, в каких пропорциях, совершенно неважно. Американцев это не интересует. Германия завоюет Россию, Россия, Германию. Они как-то смешаются. Главное, чтобы этого не было. Это должен быть баланс. Всего этого баланса выстраивалась определенным образом Восточная Европа сразу, как зона преимущественно американского влияния. Всего этого баланса, так сказать, соответствующим образом управляли далеко не суверенной Европой. И вот так сказать. Тогда выяснилось, что мечта элиты, не класса, а элиты о вхождении в Европу, полноценном, со всеми вытекающими позициями, оказалась обрушена. Я дошел до места, после которого можно разъяснить очень-очень многое в конкретной политике. Это великая надежда. И это мощная элита. Она сильнее класса. Класс просто бухтит. Фиг ли надо, бабки там, гуляем, быр-быр одновременно там. Национальное величие, ты туда, козлы, пиндосы, нафиг. Элита работает. У нее есть и мощь, поверь тебе, и драйв, и огромный внутренний невроз, связанный с тем, что если она это не решит, то она-то с ее ценностями и с ее представлением о добре и зле, она-то проиграла. Может, ей никто счета не выставит, но это же какой позорный проигрыш. Зачем все рушили? Так вот, дорогие сограждане, если элите предоставится хоть какой-то шанс на вот это соединение и вхождение окончательное, под коим имеется в виду военный единый союз, государственный таким, который представляет сейчас Объединенная Европа, полноправное вхождение, то все условия Запада будут выполнены. все. И будет у вас ювенальная юстиция без берегов, и будет у вас тот тип образования, который надо, и будут у вас жрать эти самые как бы зверьки западного бизнеса определенным образом, и будет, и будет, и будет. там, слить куда угодно этот коммунизм, его остаться советское прошлое, и все, зачищено будет все как угодно, куда угодно, без конца. Лишь бы осуществилась европейская мечта. Все будет брошено на алтарь этой мечты, и никто не пыркнется. Да, потому что те, кто сдали, смотри выше, коммунизм и советское прошлое за чечевичную похлебку, не могут дальше сопротивляться такой волевой, такой консолидированной, такой страстной и такой внутренне сплоченной, горящей определенной идее элите. Не могут. Значит, вот здесь класс, один класс, а есть эта элита, который выше класс. И вот они все вместе все что угодно сделают ради того, чтобы вот здесь вот оказалось некое евро-единство. Класс все что угодно за это отдаст, потому что он брахло и хочет гулять на Западе, при этом чуть-чуть бухтеть, но не сильно. А элита это сделает, потому что это ее мечта, это ее суперцель, она ничем другим не живет. А все, что образует собой номер четыре, это взял три, да, номер четыре общества, находится в невероятно вялом состоянии. Вот диспозиция. Другой – нет. Что стоит на пути этой диспозиции? На пути этой диспозиции состоит категорическая невозможность осуществления этого ЕЕ. вот так вот, которая, конечно, в существенной степени связана с США. Глобальным государством и ТП. Вот оно здесь все. Один из помощников Коля, который тогда руководил Германией, да, и был мощным руководителем, мне говорил, что когда мы скинем этого американского врага в Атлантический океан и объединимся с вами, наступит настоящая жизнь. Нет ни этого помощника, ни Коля, ни других. Говорилось мне в 93-м году, в самом начале года. Прошло 23 года с тех пор. И все более и более становится ясно, что вот это все вместе, это-то невозможно осуществить, а все, что хотят осуществить шесть – это расчленение. расчленение, расчлененку с заманиванием возможностью слиться. А вот на этот вариант уже не готова ни вся элита, она вот так расколота. не даже весь класс, который, конечно, барахло, но все-таки не настолько. А элита так просто расколота. Она только тут раскалывается, ну поймите, если только вы убираете вот эту невозможность и делаете не расчлененку, а вот это. Она все сметет, эта элита, все. Но здесь стоит вот это, а вот это не подходит. И это есть феномен Путина. Настоящего. А не выдумываемого то в духе каких-то почвенно непонятных групп, то в духе, так сказать, каких-то бредовых построений путинофобов. Вот феномен. Вот это не Путин. И когда все натыкается вот на это, на эту невозможность, возникает нечто. Но все происходящее колеблется между некими надеждами и некими разочарованиями. Надежды – это надежды на ЕЕ. Разочарования – это разочарования в ЕЕ. А поскольку хочется ЕЕ, то даже слабая надежда намного важнее, чем любое разочарование. Что бы ни происходило в стране, элита и ведомая ею класс – брахула разной степени, не хочет сдавать эти надежды. Она цепляется за них. То бишь за примирение с Западом. Никто же не предлагает воевать-то, да? Примирение – это и есть вхождение. Разочарование означает броски куда угодно, но даже не очень ясно куда. Бэк ту ССА – куда. Объятие Китая – куда. Но вот та часть элиты, которая олицетворяет Путин, не хочет расчлененки. Она в этом видит киняк, кроме всего причем. Поэтому этой ситуации она будет сопротивляться. Теперь, как это выглядит на практике каждый раз. А давайте мы, неважно что, сделаем шаги на сближение. То есть, на эту надежду. Я вновь постречался с Надеждой. Приятная встреча. Давайте там передадим им какую-то тетку, смягчим что-нибудь, сделаем что-нибудь более примиренческое на своих границах. Скажем им приятные слова, поставим какие-то памятники или не знаю что. Что-нибудь там советское демонтируем. Сделаем какие-то шаги в сторону какой-нибудь прозападной семейной политики. Да боже мой, если только надежда есть на вот это. Дозаберите вы всех этих детей. Дозаберите вы все эти законы Димы Яковб. Дозаберите вы все, что хотите. Только дайте нам искомое. И мы тут все в бараний рог свернем, говорит элита. Все сделаем как у вас. Вы же лучше в домах Лондона и Жмеринки. Лишь бы вы вот это вот схавали. Но вы, гады, этого не делаете. А что в этом случае делать, неизвестно. Непонятно. На фоне всего этого дела заиграл фактор под названием общество. Во-первых, прошло 25 лет. Правильно? 1991 года прошло 25 лет. Во-вторых. Поменялись группы. Разочарование накопилось и так далее и тому подобное. И что бы ни делала за это время наша машина, как бы она себя ни вела, общество становится настолько, пусть вяло, пусть неоднозначно, пусть, ну, как бы, эфемерно мечтательно, но про советским, что дальше некуда. И когда разного рода публицисты в разных либеральных газетах говорят, вот, вот Мао тоже там популярен в Китае, но никто же не хочет жить при Маоизме, вот никто не хочет жить при Сталине. Ну, во-первых, это конечно так, а во-вторых, это полная брехня. Ну, наиболее это ярко в примере с Мао. Мао никто не топтал ногами. Мао никто не, так сказать, бил палками, так сказать, не выкидывал, не проклинал, на него никто не изливал тонны диссидентского дерьма, так сказать, интеллигентской клеветы, бог знает еще чего. Всего, что излили там на Сталина. Мао как лежал, так и лежит в Мавзолее. Все его чтят. Поэтому разговор о том, насколько кто в Маоиске настроен в Китае. Подождите, еще будут эти настроения? Будут. Еще не вечер. Но это другой совсем разговор, чем то, что происходит в России, где у власти все время находятся вот эти прозападные группы, кто такие интеллигенции это, диссидентская и прочее. Это шавки, жалкие шавки вот этой элиты. Что, надо разбирать каждую отдельную биографию? Да они уже сами все про себя рассказали, интеллигенции. Но власть-то находится в руках у этого всего субстрата. Однако, уже напрягая за счет вот всего, что я сказал, вот этой недопустимости расчлененки, вот этого отказа, например, отношения с Западом. И не имея под собой железной, автохтонной, самостийной, как это говорится, самостоятельной, авторитарной базы, потому что никто не хотел ее создавать, потому что все хотели сюда. Наша элита не может не начать считаться с обществом. Пока она не помирилась с Западом, а она с ним не может помириться, потому что он хочет того, чего не хочет она. Уберите вот эту часть элиты, которая скрижащит зубами, когда говорят о расчленении России. Вот уберите ее. Оставьте другую, которая готова на расчлененку. Вот уберите. И вся эта картина рассыпется. Никого не будет интересовать общественным. Значит, уберите эту часть элиты. Это значит, нужно зачистить совокупный путинизм. Вот так. Но Путин не Янукович. А наши эти яростные антикоммунистические группы не бандеровцы. Там-то все было взращено натурально. Взращилось долго, а оно, так сказать, достаточно яростно. Кто это будет зачищать? Класс, который ворчит, брахлом есть, брахлом останется. Вот здесь стоит эта фишка. Все, что есть в сопротивлении, это силы национальных суверенитетов и государств, плюс силы нежелания расчленяться и требования о вхождении вместе. Отсюда все фундаментальные противоречия. Время от времени. Кто-нибудь приходит и говорит, а давайте мы смягчим отношения. А вдруг все-таки пойдет? Ну смягчайте. А что мы им предложим? Им же нужно что-то. Мы вот все. Ну что хотите? Деньги? Нет, ну деньги, какие-то добрые слова, ну еще что-нибудь. Ну по маленькой. Вот чуть-чуть. А почему чуть-чуть? А потому что иначе кинут. Если сделать много ходов, это замануха, мы сейчас много уступим, мы потеряем здесь базу, у нас будет все сразу хуже, дайте чуть-чуть. Ну киньте им эту Савченко. Баба супершалая. Бардак устроит, когда приедет, тот еще порвет, Юлю порвет еще кого-нибудь, найдет нам наводить сумасшествие, какое угодно, да? Имею ввиду Юлия Тимошенко. Да? Дайте им эту Савченко. Ежа под череп. Запустим. А они хотят. Дали. И что? А они что? А они, может, санкции снимут. А что так надо, чтобы санкции снимут? Ну, во-первых, классу приятно. Элите пофигу, а классу приятно. Кредиты, может быть, брать дешевые, тут их крутить и назад, так сказать, ничего не делать, возвращать, а тут отмывать какие-нибудь деньги и все прочее делать только что можно. Берешь дешевый кредит там, даешь более дорогой здесь, разницу распиливаешь и ничего не делаешь. Хорошее, вкусное занятие для воровского класса. Ну, еще что-то, ну, кайфовать можно спокойнее, там, дочки, внучки, терпыр, восемь дыр, да? Ну, далее. И чего, и ничего. Понятно. А еще что? Вот идет огромная кампания вокруг Браутера. Взяли, это же чей-то проект берется бывший антипутинист. Ну, это так. Был антипутинист. Сделал. Элита может все. Он и был у нее на прикорме как антипутинист, и стал на прикорме как что-то. Снимает фильм. В фильме осуждается Браудер. Но ведь главное не в этом фильме, это ерунда, а главное в том, что этот фильм как бы и сами эти дела с этим самым Браудером берется закручивать некая система. Вот, значит, Катерина, Карина Орлова, прошу прощения, да, заявляет, берет у Браудера интервью. На примере фильма Некрасова в Вашингтоне было несколько американцев, которые в частных разговорах наставили на том, что компания развернута не по отмене самого закона Магнистка, а по долине имени погибшего юриста Hermitage Capital из глобального закона Магнистка. В чем смысл действий? Да? Браудер. Думаю, что они считают, что если им каким-то образом удастся разрушить наследие дела Магнистка, уничтожить бренд этого наследия, то это им откроет дверь для последующей смены закона Магнистка. Я не уверен, что это и есть их логика. Но в чем нет сомнения? Так это в том, что они это делают, и тому есть доказательства конкретные лоббисты сейчас ходят по капиталистскому холму с конкретным заданием в интересах России. Карина Орлова. Компания «Потомак Сквергрупп» – одна из них. Билл Браудер. Мы знаем наверняка, что Крис Купер и «Потомак Сквергрупп» оплатили аренду помещения Ньюзиума Музея журналистики для примера фильма Андрея Некраса в Вашингтоне. Так что, очевидно, «Потомак Сквергрупп» является активным участником этой лоббистской кампании. Карина Орлова. В интервью «Радио Свобода» Ренат Ахмедшин, человек, который связан с этой лоббистской кампанией, заявил, что Андрей Некрасов сам оплатил аренду помещения, и что известный журналист Сеймур Херш согласился выступить модератором мероприятий бесплатно. Билл Браудер. Андрей Некрасов за душой нет ни гроша, это человек, который испытывает финансовые проблемы, но неважно. Значит, Браудер мерзавец, бандит, говорили мы об этом очень давно, и это неопровержимо, и я сейчас готов поддержать хоть Андрея Некрасова, хоть кого-то, кто говорит то же самое. Но давайте мы за вот этим маленьким феноменом, вот есть такое понятие, феномен, увидим какой-то смысл. Вот феномен-то маленький, а если наверх пойти, 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 то мы увидим большой смысл. Вот этот маленький феноменчик, вот вся эта история вокруг Браудера отмены закона Магнитского, да? Что она собою означает? То, что какие-то группы сказали, что они отрегулируют проблемку, смягчат, да? Им сказали, смягчайте, потому что любое предложение смягчить – это путь к вхождению. Они взяли бабки, большие, я убежден. Я не говорю, что Некрасов не делает так или иначе, я отчетик частный, я вот эти лоббистские группы, они бесплатно не работают, это же понятно. И начали крутить сенаторов тоже, которые, конечно, тоже там, да, зачем-то же что-то делают. И крутить эту огромную историю, давайте отменим загон Магнитского, нет, давайте уберем слово Магнитский, давайте по этому поводу осудим Браудера, снимем фильм. Вы видите, мы уже сняли фильм, и у нас есть такие-то сенаторы, а мы еще сняли фильм. Значит, элита, которой это предлагают, она говорит, на, возьми там, делай. Говорят, да ладно, кину, наверное, во, опять кинули, во, ну что можешь-то? А, показал в Америке, хорошо, молодец, еще давай, отрабатывай. Что это за мутата? Это попытка повернуть сюда процесс, сюда. Тогда они начинают говорить, а вы нам что-нибудь дайте. И появляется идея, а мы отменим закон Димы Яковлева. Мы отменим закон Димы Яковлева, если сюда процесс пойдет. Блин, да мы три закона отменим, да что угодно еще сделаем. Говорят отсюда, только дайте результат. Ой, а там отменят, а пусть они там еще ядерное оружие сократят. Говорят, не, это уже кедняк. Это Горбачевщина, это во, не будем. И говорят, боже мой, политика сдвинулась в сторону традиционной семьи, она сдвинулась в другую сторону, а потом она сдвинулась в сторону демократии. А тут кого-то взяли, а тут смягчили, а тут какой-нибудь товарищи. Это все очень важно. Я призываю стойко защищать семейные ценности, а также традиционные ценности в целом, а также наши традиции. Да, понимаете? И стойко бороться с подобного рода кренами. Ну, вы посмотрите, что это за крен-то. Вы осознайте его как целое. Вот вы посмотрите на маленькую историю с Браудером, и как она постепенно развивается там в отмену закона Димы Яковлева. А в каком варианте там примем какой-нибудь там минские соглашения? А вот если так, вы смягчите минские соглашения? Да если так, так... А вы вот сразу, да пошел ты, кидники, нас уже кидали, нас 25 лет кидают. Не будем. Чуточку сделаем. А больше не будем. Вот в чем мы живем. И если у кого-то возникают по этому поводу сомнения, то позвольте мне предъявить главный документ, требующий внимательного прочтения, который говорит о том, что это происходит именно так. Вот это, значит, Карина Орлова, которая все время пишет там то в одном, там в каком-нибудь американском издании, то в другом, у Браудера берет интервью и так далее. А она, значит, оценивает Санкт-Петербургский международный экономический флаг, на котором выступил Путин. Она его оценит. Но она там констатирует, что в этом году контрактов подписано 15,3 миллиарда, в то время, как в прошлом, на 3,6. Дальше говорит, что там были неглавные люди, да? И так далее, и тому подобное, да? Но даже она говорит, что Путин, выступая на пресс-конференции, говорил, мы были бы готовы к таким шагам, вот этим шагам, если бы были уверены в том, что нас в очередной раз, как говорят, народе не кинут. Мы должны быть уверены в том, что за этими даже односторонними действиями России последуют встречные шаги. Ну, прямо это говорит. Тем не менее, это Карина Орлова, и все они кричат, Путин сдал маскопросителя, обращенного к Западу. Вот я хочу все-таки понять, что же это за маскопросители? Неужели Путин какую-нибудь маску просителя взымел? И нужно потерять окончательно совесть, журналистскую любую, чтобы утверждать это и иметь перед собой текст. Я буду просто зачитывать. И все, я тебя зачитаю с самого начала. Ну, значит, выборочно, естественно. Да, после кризиса 2008-2009 года удалось отчасти свести финансовый баланс и ограничить, хотя не преодолеть проблему роста долга, сделать более прозрачным управляемый денежные потоки. Однако структурные проблемы, накапленные в глобальной экономике, сохраняются. Перезапустить рост пока не удается. Кстати, с экономической неопределенностью, исчерпанием прежних источников роста в известной степени связана и нынешняя геополитическая напряженность. Есть риск, что она может усилиться и даже искусственно провоцироваться. Кем провоцироваться? Вот, да? В наших общих интересах найти созидательный, конструктивный выход из ситуации. Это что? Это такой серьезный бросок перчатки в лицо. У вас есть глобальные проблемы, вы их решить не можете, и вы спровоцируете геополитическую напряженность. Да? И мы это знаем. Дальше. Уже сегодня мы видим попытки закрепить за собой или даже монополизировать выгоду от технологий нового поколения. Ведущие страны мира ищут источники роста, ищут в использовании капитализации колоссального технологического потенциала, промышленных технологиях, цифровых, робототехники, энергетики, биотехнологиях, медицине. Открытие способно привести к настоящей технологической революции, к взрывному росту производительства труда. Это уже происходит, и неизбежно произойдет. Неизбежно произойдет реструктуризация целых отраслей, обесценится производство активов, изменится спрос на профессии и компетенции, обострится конкуренция как на традиционных, так и на трансформирующихся рынках. Собственно, уже сегодня мы видим попытки закрепить за собой или даже монополизировать выгоду от технологий нового поколения. Тут что сказано? Тут сказано то, что в ближайшие десятилетия возникнут абсолютно новые технологии. Ну, может быть, это чуть-чуть завышенные ожидания, но они же возникнут, которые сделают большую часть человечества ненужной. Вообще. Потому что если при коммунизме понятно, чем должны заниматься люди, то тут совершенно неясно, чем будет заниматься эта часть человечества. На роботолиниях, в которых будут стоять два оператора, которые будут нажимать кнопки. И где-нибудь будут сидеть наладчики, влетающие на вертолётах или самолётах, или каких-нибудь новых средствах. Это же не сказка. Дальше говорят, что такое в этой ситуации закрепить за собой, монополизировать выгоду от технологий нового поколения. Это значит просто уничтожить оставшуюся часть человечества. Налицо создание замкнутых регуляторных пространств с барьерами для перетока приводных технологий в другие регионы мира. Значит, с жёстким контролем над кооперационными цепочками для максимального извлечения технологической ренты. Это может привести к тому, эти попытки, что и сфера фундаментальной науки, открытая сегодня для обмена знаниями, для совместных проектов, может закрыться, и здесь тоже вырастут разделительные барьеры. Это первый тезис. Глобальный. Глобальный тезис идёт к тому, что мир находится перед угрозой, суперэксплуатацией, технологической монополизацией со всеми вытекающими отсюда последствиями. Между прочим, с такой ясностью сказано впервые. Это что? Это маска просителя? Ну, серьёзно. Я совершенно не исключаю, что могла быть надетой маска просителя. И сказали бы, слушай, вот для этой ситуации нужна... Ну, наденем любую маску. Ну, где она? Дальше начинается. Кстати, желание создать зону свободной торговли с Евразийским экономическим союзом выразили более 40 государств, международных организаций. Мы с нашими партнёрами считаем, что Евразийский экономический союз может быть одним из центров формирования более широких интеграционного контура. Мы недавно в Эстонии обсуждали и предлагаем подумать о создании большого евразийского партнёрства с участием Евразийского экономического союза, а также стран, с которыми у нас уже сложились тесные отношения. Китай, Индия, Пакистан, Иран. Уже в июне с нашими китайскими коллегами мы планируем дать официальный старт переговорам о создании всеобъемлющего торгово-экономического партнёрства в Евразии с участием государств Европейского экономического союза и Китая. Проект большой Евразии открыт для Европы. А что говорит-то? Даже если это шахматная игра. Это какая игра? Это игра, в которой задействуется глобальное оружие. Ничего страшнее для американцев, то есть для Запада, быть не может, потому что Европа в существующем виде несуверенна. Теперь, что он говорит о суверенности, несуверенности Европы. Для ЕС вызов технологической революции, структурных изменений стоит не менее ос, чем для России. Также хорошо понимаю наших европейских партнёров, которые говорят о непростых решениях для Европы в ходе переговоров по созданию трансатлантического партнёрства. Очевидно, что Европа обладает громадным потенциалом, и ставка лишь на одно региональное объединение явно сужает её возможности. Он о чём говорит? Он говорит о трансатлантическом партнёрстве. То есть о том, что Соединённые Штаты хотят пустить свои товары на рынки Европы, сломав барьеры. Он говорит, не вздумайте, это против вас. Это маска смирения? Простительства? Европейский бизнес хочет сотрудничать с нашей страной. Политикам нужно пойти навстречу бизнесу, проявить мудрость, дальновидность и гибкость. Нам нужно вернуть доверие в российско-европейские отношения. В российско-европейские отношения. Понятно всё время, что об этом идёт? Неизбежно, с каждым шагом. Вот эта-то линь, вот этого хочет душа. Но дальше начинается. Мы помним, с чего всё началось. Россия не была инициатором сегодняшнего развала, разлада и проблем, введения санкций. Все наши действия остаются исключительно ответными. Но мы, что называется, как у нас в народе говорят, зла не держим. Мы готовы идти навстречу европейским партнёрам. Но это, безусловно, не может быть игрой в одни ворота. Дальше опять повторяю. Мы заинтересованы, что европейцы подключились к евразийскому партнёрству. Приветствую инициативу президента Казахстана о проведении встреч между Евразийским союзом и ЕС. Обсуждали с председателем Еврокомиссии. Уже в ближайшей перспективе рассчитываем в России на возобновление роста. Мы сохранили резервы. Существенно сократился ток капитала. По сравнению с первым кварталом в 2015 в 5 раз снижается инфляция. Взять месяц к месяцу 2015-2014, взять 2016-2015. В два раза практически инфляция сократилась. Мы выйдем на темпы экономики не менее 4%. Да, это скромно по отношению к тому, что хотели. Но ведь это связано с глобальной экономикой. Ну дальше, как именно послание Совета Федерации. Нужно гуманизировать право, дать новые возможности среднему и мелкому бизнесу. Прошу правительства ускорить и все остальное. Нужно вернуться в образование. Нужно создать совет по стратегическому планированию. Дальше. В середине следующего десятилетия, уважаемые друзья, мир совершенно очевидно будет совершенно другим. Не замечать, игнорировать процесс. Значит, оказаться на обочине развития. И так далее. Две вещи я хочу сказать. Это, значит, модератор. Очевидно, что существует проблема в отношении между Европой и Россией. Очевидно, что каждый из нас совершенно с полным на то основанием может по-разному думать о прошлом. Но вот я верю, что там красота спасет мир и тому подобное. Это Ренция. Италия. Премьер-министр Ренция. Могу ли вас попросить сказать слова? Дальше. Закария. Мне бы хотелось задавать вопросы. Закария – это американец, который ведет этот модератор. Мне бы хотелось задать вопросы выступающим. Президент Путин. Очень простой вопрос. С 2014 года введены санкции со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов в отношении России. НАТО на этой неделе объявило о том, что будет наращивать присутствие в тех странах, которые граничат с Россией. Россия сделала объявление о наращивании своих сил. Приходим ли мы к некой холодной войне более низкого уровня между Западом и Россией? Путин. Мне не хотелось бы так думать, что мы приходим к какой-то холодной войне. И я уверен, что этого никто не хочет. Мы точно этого не хотим. У нас нет в этом необходимости. Главная логика развития международных отношений, какой бы она внешне ни смотрелась, драматичной, все-таки не является логикой глобальной конфронтации. Но в чем причина изначально? Я вам скажу. Вынужден буду вернуться в прошлое. Но тем не менее, после крушения Советского Союза, мы думали и ожидали, что сейчас наступит всеобщее благоденствие, атмосфера всеобщего доверия. К сожалению, Россия столкнулась тогда с очень многими, как модно говорить, вызовами экономическими, социальными, внутриполитическими. Мы столкнулись с сепаратизмом, с радикализмом, столкнулись с агрессией международного терроризма, потому что, безусловно, на Кавказе у нас воевали представители Аль-Каиды. Это очевидный факт, с этим даже никто не спорит. Но местная ожидаемость нашей стороны, поддержки нашими партнерами, наших усилий по борьбе с этими проблемами, мы, к сожалению, видели другое, поддержку сепаратизма. Нам говорили, мы же не принимаем ваших сепаратистов на высшем политическом уровне, мы только на технологическом, хорошо, спасибо хоть и за это, но информационная поддержка и финансовая поддержка, административное сопровождение. Мы все это видели. Это что, это не наступательная риторика? Я сошел с ума, что ли? Это какие-то, это иностранцы, это Карина Орлова и так далее, и я, мы читаем разные тексты, что ли? Вообще уже не важно, что говорится, повторяю, если бы было сказано что-нибудь в сторону смягчения, я бы сказал, вот он, вот руль перевожен, поехали сюда. Но я не вижу этого. Потом, когда нам все-таки удалось справиться с этими проблемами, пройти через тяжелые испытания, мы столкнулись с другим. Вторая проблема. Советского Союза нет, Варшавский договор прекратил существование, но зачем-то нужно постоянно расширять инфраструктуру НАТО, двигаться к российским границам. Это что, вчера, что ли, возникло? Вот, принимают Черногорию в НАТО. Кто угрожает Черногории? То есть, понимаете, абсолютно наплевательское отношение к нашей позиции во всем. Третье. Другая, неважная, а может быть даже главная проблема, односторонний выход США из договора о противоракетной обороне. Ведь не случайно Советский Союз и Соединенные Штаты заключили когда-то договор о противоракетной обороне. Два района были взяты под защиту. У нас Москва, Соединенные Штаты, район базированный межконтинентальных ракет. Это было связано с необходимостью обеспечить стратегический баланс в мире. Нет. В одностороннем порядке вышли. Нам сказали по дружбе. Это не против вас. Вы хотите развивать наступательное выражение? Мы исходим, что это не против нас. Знаете, почему так сказали? Ответ простой. Никто не думал, что в тех условиях в начале 2000-х годов Россия, которая борется с внутренними проблемами, ее раздирают внутренние противоречия политически, экономически, терроризм терзать, сможет восстановить оборонно-промышленный комплекс. Видимо, исходили из того, что не то, что новых вооружений стратегических не появится, но даже то, что у нас есть, будет постепенно деградировать. А здесь в одностороннем порядке будут наращивать силы противоракетной обороны, а наши будут сокращаться? И делалось все это под предлогом борьбы с иранской ядерной угрозой. Где теперь иранская ядерная угроза? Нет ее, а проект продолжается и продолжается. Вот так. Одно за одним. Один шаг за другим. Четвертое. Потом уже совсем. Начали поддерживать всякие цветные революции. В том числе и так называемую арабскую весну. Взахлепить поддерживали. Сколько мы видели положительных оценок того, что там происходит. К чему это пришло? К хаосу. Я сейчас, говорит Путин, не хочу никого обвинять. Просто хочу сказать, что если будет продолжаться такая политика односторонних действий, не будут согласовывать очень чувствительные для международного сообщества шаги на международной арене, то такие последствия неизбежны. И наоборот. Если мы будем прислушиваться друг к другу. Искать баланс интереса. То этого не будет. Да, это сложный процесс. Процесс договоренности. Только он может привести к приемлемым решениям. Думаю, что если мы выйдем на сотрудничество, никакой холодной войне говорить никто не будет. Ведь после арабской весны, это седьмой уже, подобрались уже и к нашим границам? Зачем надо было поддерживать госпереворот на Украине? Я много раз об этом говорил. Там сложилась внутрипатриотическая ситуация. Скорее всего, оппозиция, которая сегодня находится у власти, демократическим путем с помощью выборов пришла бы к власти. И все. Мы работали бы с ними так же, как работали с властью, которая была до президента Януковича. Нет. Надо было довести до госпереворота с жертвами. Вызвать кровавые события. Гражданскую войну. Напугать русскоязычные населения на юго-востоке Украины в Крыму. Ради чего все это было? А после этого, после того, как мы вынуждены были, просто вынуждены были принять меры по защите определенных групп населения, стали дальше раскручивать эту спираль, нагнетать, на мой взгляд, в том числе это делается для того, чтобы обосновать само существование Североатлантического блока. Нужен внешний противник, внешний враг. Иначе зачем организация нужна? Варшавского договора Советского Союза нет. Против кого она? А если будем дальше в такой логике действовать, нагнетать, наращивать усилия, чтобы пугая друг друга, то когда-нибудь придем к холодной войне. У нас совершенно другая логика. Она направлена на сотрудничество и поиск компромиссов. Господин президент, где выход, я слушал немецкую газету, но ведь нужно минские соглашения. Путин. А дело в людях. Как бы их ни называли. В людях, которые стремятся к обеспечению законных прав и интересов, боятся репрессий, если интерес не будут обеспечены. Если вы посмотрите на текст минских соглашений, так же всего несколько пунктов, мы ведь всю ночь спорили по этим пунктам. Вокруг сейчас шел спор, что первично. И мы все-таки пришли к выводу, что первичным является решение политических вопросов, которые решаются прежде всего вопросом безопасности людей, которые проживают на председствующих территориях Донбасса. Какие это политические решения? Все прописано. Изменения в Конституцию, которые должны были быть приняты до конца 2015 года. Где изменения? Нет их. Должен был быть введен в действие закон об особом статусе территории, который мы называем непризнанными республиками. Закон принят парламентом страны, до сих пор не действует. Нужно было принять закон об амнистии, он принят парламентом, не подписан президентом, не действует. Так как можно проводить выборы? Как вообще можно говорить о проведении выборного процесса в условиях осуществления антитеррористической операции? Где-то в мире это проводится вообще. Мы даже об этом не говорим вслух. Но где-то в мире проводятся выборные кампании в условиях проведения антитеррористической операции на территории. Ведь что происходит на самом деле? Обе стороны друг друга обвиняют, что с одной стороны постреляют, с другой. А кто вам сказал, что стреляют те люди, которые называются сепаратистами? Они говорят, стреляют представители украинских властей. Одни постреляли, другие ответили, вот тебе и перестрелка. Под этим предлогом что, не нужно проводить политических преобразований? Наоборот, нужно как можно быстрее провести политические преобразования, которые лягут в основу окончательного регулирования в сфере безопасности. Дальше как выглядят обглоданные кости, которые кидают, говорят, давайте им что-нибудь кинем, чтобы был компромисс. Это делается так. Я свою общую теорию иллюстрирую текстом. Некоторые вещи нужно делать параллельно, я уже говорил об этом. Согласен с Петром Алексеевичем Порошенко по поводу того, что нужно усилить миссию ОБСЕ, вплоть до того, чтобы позволить наблюдательную миссию ОБСЕ иметь при себе стрелковое оружие. На! Можно сделать другие вещи, поправленные на повышение уровня безопасности. Но нельзя, ссылаясь на то, что не все урегулировано в этой сфере, бесконечно откладывать решение ключевых политических вопросов. Сирии. Все то же самое. Что нужно сделать сегодня? Активнее включаться в процесс формирования новой конституции, на базе проводить выборы будущей президентки, парламентской. Когда Асад был в Москве, с ними говорили полностью согласны. Было бы важно, чтобы под строгим контролем ООН. Послушайте, мы говорим о чем? И вообще спрашивают наших коллег, ну зачем вы это делаете? Они говорят, что цель утверждения принципов демократии. Режим президента Асада недемократический. И нужно, чтобы там восторжествовала демократия. Прекрасно. Так что, везде демократия? Нет, пока не везде, но в Сирии должна быть демократия. Хорошо, но он издевается. А как можно добиться демократического устройства? Разве можно с помощью исключительной силы, оружия и силы? Нет, это можно сделать только с институтов. Ну так что такое? Нет более демократического способа формирования власть, чем выбора на основе принятого закона, который называется конституцией, сформировано определенным, понятным образом, прозрачного, принятого подавляющим большинством обществ. Примите конституцию на основе этого, что-то делайте. Мы слышим иногда, что некоторые страны, регионы не очень понимают, что такое демократия. Мы что, хотим один режим недемократический заменить на другой недемократический? А если мы хотим продвинуть демократию, то с помощью демократических инструментов? Здесь нужно исходить из реалий сегодняшнего дня. И не нужно стремиться к заявлению неисполнимых, незастижимых целей. Если многие наши партнеры говорят, что Асад должен уйти, а сегодня говорят, что нет, давайте мы проведем такую реструктуризацию власти, что на деле будет означать его уход. Но, наверное, это тоже нереалистично, потому что нужно действовать аккуратно, степ-бай-степ, постепенно добиваясь договория всех конфликтующих сторон. Главное – не допустить развала страны, имеется в виду Сирия. А если так будет продолжаться, так будет развал. И это самый плохой вариант событий. После развала страны, квази-государственные образования будут жить друг с другом в мире согласия? Нет, это будет дестабилизирующим фактором. Закария. Господин президент, хочу спросить вам еще об одном демократическом государстве, где совершенно другая картина. Вы говорили о Дональде Трампе, кандидате от республиканской партии. Вы сказали, что это выдающий человек, талантливый человек, членный умный человек. И об этом говорили во всем мире. Я хотел бы узнать вот что. Что именно в этом человеке привело вас к такому восприятию? И уверены ли вы в нем? Это по поводу того, вот сейчас дальше будет интонация. Я ее от себя интонирую, но совершенно понятно, что прочитающий глазами текст говорит неумолимо о том, что вы имеете в виду место. Путин, там музыкальный, посадил, модерируетесь. Вы известный человек в нашей стране. Вы лично. И не только как ведущий одной из крупнейших телевизионных корпораций, но и как интеллектуал. Зачем вы все передергиваете? Над вами берет вверх журналист, а не аналитик. Ну посмотрите, что я сказал. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что не яркий? Яркий. Никаких других характеристик я ему не давал. Но на что я точно обращаю внимание, и что я точно приветствую, и не вижу здесь ничего плохого, а наоборот. Господин Трамп заявил, что готов к полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Что тут плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Мы никогда не вмешиваемся во внутрополитический процесс других стран, тем более Соединенных Штатов. Но мы будем работать с любым президентом, за которым проголосует американский народ. Хотя я не думаю, кстати говоря, что пауза. Вот они всех учат, как надо жить. И демократию учат. А что, вы считаете, что так демократические выборы президента, что ли? Это правда. Смотрите, дважды в истории США избирали президентом человеком большинством голосов выборщиков, а за этим выборщиком стояло меньшее количество избирателей. Что, демократия, что ли? А когда мы дискутируем иногда с коллегами, мы никого ни в чем не обвиняем, мы просто дискутируем, нам говорят, не лезьте, это не ваше дело. Мы так привыкли, так и хочется сказать, ну тогда вы к нам не лезьте. Что бы ты лезть? Соберитесь, разберитесь ничего себе. Но повторяю, действительно, это не наше дело. Хотя, по-моему, там даже прокуроры отгоняют от участков международных наблюдателей в ходе избирательных кампаний. Американские прокуроры пугают их, что в тюрьму посадят. Но это их проблемы. Они так привыкли, им нравится. Америка великая держава сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это по ним принимаем, мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами. Как бы там ни происходили эти выборы, в конце концов они состоятся. Будет глава государства, у него большие очень полномочия. Там идут сложные внутриполитические и экономические процессы в Соединенных Штатах. Миру нужна такая мощная страна к Соединенным Штатам. И нам нужна. Но нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения. Вот есть кто-нибудь из тех, кто это читает и говорит, что это не наступательный текст. Он говорит, от себя это вот все, что рвется из души. Как санкции, про которые вы сказали, касаются США? Да никак не касаются. Вообще наплевать им на эти санкции. Потому что последствия наших ответных санкций на них никак не отражаются. На Европе отражаются. США не отражаются. Нулевой эффект. Но американцы говорят своим партнерам, надо потерпеть. Зачем им терпеть? Я не понимаю. Хотят, пусть терпят. Там Закария, вот что-то вы сказали. Хиллори Клинтон, что муж и жена одна сатана. По-английски это означает, что речь идет о двух сторонах медали. Что вы имели в виду? Вы работали с ней, когда она была госсекретарем Клинтон. Что вы можете сказать о ней, Путин? Я с ней не работал. С ней Лавров работал. Вот у него и спросите. Он здесь сидит. Я же не был министром иностранных дел. Вот Сергеевич Лавров был. Он скоро как громыко обращаюсь к Лаврову. Сколько вы уже лет работаете? Я работал с Белым Клинтоном, правда, небольшой промежуток времени. И так далее. Я на своем опыте много раз смотрел на ситуацию, которая происходит с людьми до того, как они стали исполнять какую-то функцию и после. Часто иногда людей не узнаешь. Потому что, когда появляется в другом уровне ответственность, начинаешь говорить по-другому. И мысли даже внешне выглядят по-другому. Мы сходим из того, что чувство ответственности, глава американского государства, глава страны, от которой очень многое зависит в мире, сейчас зависит, это то чувство ответственности будет пробуждать нового избранного президента, имеется в виду США, сотрудничать с Россией. И еще раз хочу подчеркнуть, создавать более безопасный мир. Звонит президент. Проблема допинга. Проблема допинга не российская, а всего спортивного мира. Нужно так к этому относиться. И не пытаться на этой почве выстраивать какую-то российскую, либо еще антикакую-то политику. Известный случай, с чего начался чемпионат Европы по футболу. Драка российских болельщиков с английскими. Безобразие полное. Я, правда, не понимаю. Не знаю, как 200 наших болельщиков отметили ли несколько тысяч англичан. Не понимаю. Но во всяком случае подход правоохранительных органов должен одинаково нарушить. Будем работать с объединениями болельщиков. Дальше говорят другие. Ренцы. Тогда. Путин. Хочу поблагодарить Европу. Есть Европа. С ней будет все в порядке. Мы вас любим. Вы нас любите. Ну вот что. Этот текст. Он не является, во-первых, абсолютной иллюстрацией вот этой модели. Во-вторых, абсолютной иллюстрацией той логики, о которой я говорю. И возвращаясь к браудеру. Вот то следствие пошло в дальние степи. И снова берут этого браудера за причинные места. А совершенно ясно, почему. Потому что вот хотят этой отмены Магнитского, готовы на любую вещь, потому что сюда хотят. Но никакой стратегии далеко идущих односторонних уступок нет и в помине. Никакого лица просителя нет. Вот западное сообщество и наши журналисты не могли не увидеть, что это одна из самых наступательных речей в последний период. И не могли не услышать, что это все говорится просто от души. Гораздо более четко говорит, когда не по написанному, а от себя. Это очень четкая речь. Но они не хотят этого слышать. У них заранее заготовлено маска просителя, маска просителя. И это, понимаете, когда боксер там кого-то избивает и говорят, боксер был зверски избит, просил опащения. Понимаете, так нельзя. Это такая иллюстрация несовпадения реальных событий, их интерпретации. А вот Стратфор, 21 июня, то есть недавний текст. Россия пошла на смелый шаг в Сирии несколько дней назад. Российский самолет нанес удары по поддерживаемой США новой сирийской армии в районе Аль-Тан-Фа, по граничному переходу на сирийско-иракской границе, в районе границы Ордания. Россия отрицала, что бомбила в этом районе, несмотря на видео доказательства разрушений и остатки российских кластерных бомб. США описали, как подняли истребители, чтобы отогнать российскую бомбардировку в часу 34, которые затем вернулись и установили бомбардировки, когда американские самолеты улетели заправляться. А что, других нет, что ли? То есть, если у кого-то было ощущение, что это только речь, это не только речь. Посмотрите на то, что происходит в Сирии. Уже все достаточно ясно, но никто не хочет никакой ясности. Ну и, наконец, Британия. Британия, выходящая из ЕС, это действительно начало далеко идущей глобальной перестройки Европейского Союза, либо начинает рушиться, и когда Германия выходит одна в состоянии некого лидерства, либо этого не происходит. Но тогда нужны какие-то укрепительные меры. На сегодняшний день совершенно ясно, что одна из ядерных держав вышла в Великобритании. И все говорили, что она не выйдет, все плевать хотели на вот то, что тут эти наши идиоты называют то ватники, то колорады, на шахтеров, на пенсионер, на какие-то группы населения, которые не хотят, чтобы все разворачивалось в сторону этого глобального мира, которые инстинктивно чувствуют угрозу. Вот есть национальные группы и глобальные, они есть в каждой стране. Они опять столкнулись. И это очень серьезно. Но серьезнее всего, что я описывал, это, конечно, это выступление Путина. Оно очень развернуто. Он ни в чем себе не отказал, ни в одном из удовольствий. Все, что рвалось, и он рассказал Закаре и все. Это есть такой человековский рассказ. И он рассказал лошади все. И он рассказал Закаре и все. Но я предлагаю всем, кто прислушивается к моим выкладкам и рассуждениям, первое, осознать еще раз трагизм общей ситуации, вот этого ухода коммунизма. Осознать его. Не реагировать на происходящее по принципу. Вот нам это не нравилось, а нам это нравилось. Осознать этот трагизм. Увидеть, какие силы в мире после этого действуют на арене. Осознать ситуацию в России. Особо внимательно присмотреться вот этой группе, которую я называю элита. Это не класс. Это элита. Очень четко понять, что по отношению ко всему этому делу есть ведь еще один элемент, который мы называем. Он вот здесь вот сверху лежит. И называется он лидер. Класс, элита – это одно, а лидер – это другое. И как именно будут строиться отношения здесь, тоже ведь непонятно, потому что есть еще и общество. Я предлагаю также вот просто присмотреться к модели и уже с ее помощью взглянуть на очень разные события, касающиеся и браудера, и каких-то уступок, вот этих всех маневров на поле, на самых разных полях. Этих попыток что-нибудь разменять, сдвинуть сюда. И одновременно вот эта вот контртенденция, которая заключается в том, что кидали, и больше мы не будем по крупной что-нибудь делать первыми, если нам не отдадут. Это все обещает многое. Ситуация в нынешней России – это такой штиль, он не продлится долго. В лучшем случае он продлится год с небольшим, а в худшем – гораздо меньше. Поэтому надо готовиться. А такая подготовка, помимо подобных, совершенно необходимых обсуждений, содержит в себе и другие компоненты, о которых я сказал в начале этой передачи. Спасибо всем, кто меня слушал. Простите меня за то, что временно передачи будут выкладываться чуть-чуть более редко. Обещаю наверстать это в дальнейшем. До встречи в СССР. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok